Музыка Эстония занимает лидирующие позиции в Европе по числу ничьих пенсионеров. Это результат правления Центрической партии. Много бедных пенсионеров и в Марду. Спасибо, что поддерживаете нас, спасибо, что поддерживаете с Алисарой. Мы, конечно, благодарны за это. И когда коснулось дело, я свою должна печь и его отдать, чтобы его положили в больницу. Разве это справедливо? Это, конечно, несправедливо. К сожалению, наша жизнь полна несправедливости. Мы видим эту несправедливость и в мэрии, и в нынешней политике. А уже жизнь пришел, вам не нравится его. И уже не может он. Он лежать и стал, и как, и сил нет. Ну что, давай его отдай. Если бы он не платил, а чем мне платить? 750 отдай. Ужас какой. А что он? Ну. Что он там? Он как палка лежал там. А такие деньги и его пенсию свою отдай. А пенсии, конечно, уникальные, лидерные такие. Как так можно поступать даже с этими жителями? Мы по 40 лет. К нам обратилась на депутатском приеме женщина. Она приехала сюда из Казахстана. Приехала 15 лет назад. А я у Сергеи. Вы представляете, ей не зашли здесь местную пенсию. Она получает 140 евро в месяц. Представляете? И на 140 евро в месяц должна содержать квартиру, еще жить. Если бы не сын, который бы помогал ей, она не знает, как бы жила бы. Конечно, такие вот вещи страшные. Мы по 40 лет с мужем. Он был самый лучший сварщик. У него медали даже Верховного Совета Эстонской СССР за хорошую работу. Он все здесь сколько домов. Он же самый высокий разряд, самый лучший сварщик. А когда случилось так... Человек, умеющий работать своими руками, да? Да, да. А когда так случилось, иди в больницу... И мэр вам отказал, да? Ну, аш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Больница не берет, если я не заплашу. Я должна платить, ну, у меня сны. Мы вырастили двух сынов. Я 40 лет отработала, он 40 лет. Мы всю жизнь марту отдали. А коснулось дела, мы стали такие, нищие, беспомощные. Это я не могу передать. Сколько я перенесла этого всего. А вот, думаю, мне очень... Спасибо вам, спасибо вам. Спасибо вам, я помоложена. Да, да, да. Спасибо вам, спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Марту в беде, но в городе есть много разумных людей, готовых одолеть кризис и открыть дорогу новым перспективам. 3 марта мы вместе придем на избирательные участки и выразим недоверие обанкротившейся центристской власти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова